Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях старая фотокамера Кодак Хоукай. Условно название можно перевести как ястребиный глаз. Камера производилась с 1936 года отделением Кодак в Лондоне. Формат кадра 4х6. Предназначена для использования с фотопленкой формата Кодак 127. В различных модификациях продавалась под названиями Бэйби Хоукай, Хоукай Эйс и Хоукай Эйс Делюкс. Такие простые фотокамеры получили название бокс-камер. В век массовой доступности цифровой фотографии трудно представить, что когда-то люди использовали такие фотокамеры и были вполне довольны этим. Посмотрим детальнее на фотокамеру. Объектив. Камера оборудована простым объективом с фиксированной диафрагмой и фиксированным фокусным расстоянием. Рычажок затвора. Затвор имеет фиксированную выдержку. Затвор срабатывает одинаково при движении рычажка в обе стороны. Сбоку находится ручка перемотки пленки. Сзади окошко для установки кадра при перемотке. Окошко закрыто красным стеклом для предотвращения засветки фотопленки. Сбоку находится выдвижной видоискатель, выполненный в виде проволочной рамки. Давайте откроем фотоаппарат. Для этого надо сначала выдвинуть до конца ручку перемотки пленки. Затем открыть крючок с другой стороны фотоаппарата и просто раздвинуть его. Сбоку надписи, указывающие куда устанавливать фотопленку и как вставлять приемную бобину. Сюда ставится фотопленка, сюда ставится приемная бобина. Приемная бобина с одной стороны имеет прорезь, а с другой стороны не имеет прорези. Поэтому здесь написано, что стороной с прорезью надо устанавливать сюда. Хочу обратить внимание на окошко экспозиции. Оно изогнутое. Сделано это специально, поскольку объектив камеры фокусирует изображение на сферу. Изгиб окна экспозиции повторяет форму этой сферы. Таким образом обеспечивается более-менее нормальная пофокусировка по всей площади кадра. Теперь несколько слов о формате кодекс 127. Вот у меня есть такая вот к этой камере пленка. Формат был предложен фирмой Кодек в 1912 году как альтернативу формату 120. Формат 127 компактнее формата 120, что позволило делать более компактные камеры. На одном рулоне пленки можно сделать 8 фотографий 4х6 или 11 фотографий 4х4. Также был вариант 4х3, что является половиной формата 4х6. В этом случае на пленке можно сделать 36 кадров. Фотопленка закрепляется на бумажной основе. С обратной стороны бумажной подложки печатается счетчик кадров. По центру расположен счетчик кадров для форматов 4х6 и 4х3, а сбоку для форматов 4х4. Перемотка пленки на следующий кадр производилась до появления номера окошечка на задней стороне фотокамеры. Теперь давайте вставим фотопленку в камеру. Значит, собственно, бобину с пленкой мы вставляем в верхнюю часть камеры. Теперь надо пропустить пленку по направляющим окна экспозиции. Теперь, правильно сориентировав приемную бобину, вставляем сюда хвостик. Чуть-чуть заворачиваем и вставляем на место. Так, теперь закрываем камеру. Вот. Опускаем крючок. Опускаем перемотку. И теперь можно промотать пленку до появления в окошечке первого кадра. Перед этим мы увидим стрелочки, которые будут нас предупреждать о том, что теперь надо мотать чуть-чуть помедленней. Так. Это еще не та стрелочка. Так. Название пленки. Вот она основная стрелочка. И вот первый кадр. Так. После того, как мы сделаем снимок, мы можем снова промотать пленку до появления второго кадра. Снова сделать снимок и так далее. Собственно говоря, это все, что можно рассказать про эту камеру. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok